Хрыз, таджиком, на ощупь стараюсь. Я задавался часто этими вопросами. То есть это реальная ответственность. Ближе нас, мне кажется, вообще нет людей. Эрма, делай, делай его, делай. Любой человек, он уже через буквально 5 минут не тот, что был сейчас. И просто от нас зависит, какие ориентиры, куда мы ставим. По сути, мы же всегда просто идем. Там, какой дорогой мы идем, мы можем свернуть. Это от нас зависит просто. В определенный момент определенные события подтолкнули меня. Во-первых, они заставили остановиться. То есть раньше я просто по инерции какой-то бежал. Это рефлексия была какая-то. И понял, что 90% установок, которые мне были с детства заложены, или потом со временем в процессе становления как личности, они были чужды мне. Вот эта остановка длилась довольно-таки продолжительное время. И сейчас я не скажу, что иду полным ходом, но вот так вот на ощупь стараюсь. Просто стараюсь. Наверное, очень большая победа в том, что удалось открыть глаза просто. Духовные люди ее называют осознанностью. То есть когда любое желание, которое у тебя возникает, любая мысль, которая к тебе приходит, проходит через фильтр сначала. Откуда это пришло так? К чему это приведет? То есть ты разбираешь на молекулы все это. Вот. И я бесконечно рад за то, что так происходит. Вообще, я начал отслеживать путь с самого начала. Оказывается, с детства у меня уже были склонности. Я задавался часто этими вопросами. Но, как я уже сказал, определенные установки, определенные ценности, которые были заложены, начали вводить меня немного в другую сторону. Вот. И, скажем так, лет 9, может быть, 8 назад я начал сначала искать это где-то в медитации, где-то там, в индуизме, у китайских монахов, у даосов. А потом оказалось все просто. Надо прийти к своим кодам исконным, которые у тебя заложены. То есть, ну, во-первых, ты хырзыс, кочевник, живший в горах. Во-вторых, ты уже в каком поколении мусульманин. И я попробовал пойти по этому пути, и оказалось, что там, по крайней мере, для меня, я нашел то, что искал. Года полтора назад были случаи на границе Кыргызстана и Таджикистана. Происходили не самые лучшие события. И как-то меня это зацепило. Вот столько столетий мы, наши народы, так вместе как-то дружно сосуществовали, что не было между нами прям таких ярких столкновений. Не было, действительно. И когда мои друзья в Москве предложили что-нибудь снять, я подумал, а почему бы не снять историю про мигрантов, где есть дружба между как раз-таки обычным парнем, таджиком, и обычным кыргызским парнем. А где они могут близко познакомиться, узнать друг друга как личности, более глубоко, как не на чужбине. Когда они оторваны от своих мест обитания, когда они оторваны от своего общества, когда они вместе в непривычных условиях, в непривычной среде, не скажу, что чуждая, но она другая, она иная немного. И судя по комментариям, эта идея нашла отклик. И действительно и наши ребята, да что говорить, лучше просто посмотрите, там говорят, дружба навеки. Выставляют флажки, огонь, смайлики, разные эмоджи. Во-первых, это заблуждение, что на творчестве нельзя заработать. То есть мы сейчас видим, что мир вообще держится практически на нематериальных активах. Во-вторых, если ты идешь в творчество с тем, чтобы заработать, тогда лучше не иди туда. То есть твори просто не для денег, а твори для людей, наверное, для того, чтобы приносить пользу этому миру вообще. Творчество должно быть сопряжено именно с этими намерениями, в первую очередь. А если это действительно нужно кому-то, то, что ты творишь, оно в любом случае рано или поздно принесет тебе материальный доход, чтобы ты мог жить, функционировать, как положено, как нормальный гражданин, как нормальный семьянин. Мой брат — это мой большой учитель. Потому что именно благодаря ему я с самого детства понимал, что такое ответственность. Он меня научил ответственности. Потому что нас, вот, ну это, наверное, сейчас такое я не могу представить, чтобы вот меня шестилетнего, там, или семилетнего оставили вот так вот дома утром с братишкой, двух-трехлетним. И говорят, там погуляете, кушать приготовишь, яйца сваришь, там, вот, чай попьете, короче. А вечером приходят, там, мама приготовит, там, ну, это... То есть это реальная ответственность. Конечно, я там пользовался, ну, пользовался авторитетом, пользовался своим статусом старшего брата, там, шпинял его, побивал его, так иногда составлял драться, выходил, улица Солнштадтсом, да, давай, делай его, брат. Ерм, а делай, делай его, делай. Да, ну это весело. Мы, на самом деле, очень дружны, хоть мы и разные. У нас путь, если просмотреть, у обычных братьев, там, он разный, да, там, и их объединяет, там, ну, праздники, то и они объединяются, а так в основном, послужим. А у нас, действительно, мы и в КВН, я его затянул, ему понравилось, и он, действительно, себя там очень хорошо реализовал. И футбол мы вместе во дворе играли, и в целом, в села, если мы куда-то уезжали, в поездки, то мы вместе время проводили. Воспоминаний много, и ему огромное спасибо, что он на моем пути оказался. Конечно, Всевышнему спасибо, что так получилось, но он очень хороший учитель. Учитель именно на примере. Это я сейчас понимаю, что благодаря его присутствию, я очень многим вещам научился на практике. Если Эрмек был на таком материальном уровне, это учителя уже на каких-то более, наверное, ментально-эфирных уровнях. Они очень интересны, и про наши отношения, у них есть свои суждения определенные, и вникают в то, чем папа занимается. То есть, ну, обычно, как дети там ходят, просто такая вот. Я иногда их беру с собой на встречи, разговариваю, обсуждаю фильм. И дочь с сыном потом едут в машине, и у меня все расспрашивают. Окей. А что такое оптимизация? А, то есть, если снимать вот так вот сетами, это дешевле будет. А как ты подбираешь актеров? И все-все-все расспрашивают. А в чем роль продюсера? Вот. И они очень дотошные. Мне это нравится. И это называется смотреть на мир широко открытыми глазами. Вот. Это поколение потрясающее. Я учусь этому именно у них. Дочь – это сгусток энергии. Сгусток энергии у нее и... Мне кажется, если она... Вот если пойдет в какую-то отрасль или область, в какую бы она ни пошла, она там добьется. Да, есть у нее, конечно, вот это женское... Ой, не хочу. Чуть-чуть столкнется со сложностями. Ой, ну... Это даже у мальчиков такое есть, да. Но дух победителя, она прямо если вцепится, она не отдаст. Это в ней есть. Но в то же время она очень осознанная, очень... Ну, как сказать вам? Мудрая. Да. Она очень мудрая для своих лет. И мне нравится с ней разговаривать просто так. Сын это мужичок прям. Прям, ну... Маленький прям мужчина. Причем иногда, когда я уезжаю, там жалуются, говорят, вот он капризничает. Когда я дома, он даже если упадет, то у него... Начнет плакать, потом смотрит папин взгляд, он такой... Ну, такой крепится, мужик, да. старается марку держать. Причем он... У него свое уже есть. Вот он сам решение принимает. Вот в этом году он... Ему пять лет, недавно шесть исполнилось. В пятилетнем возрасте он ходил в садик, и там получилось садик, и школа, они рядом. Он первого сентября пошел в садик, увидел линейку из детей, первоклассников, присоединился к ним, пошел в школу. И в школе сидел, там отвечал, а его даже в журнале нет. Кто это, не могли понять вообще. Потом его нашли, в общем, и директор их маме говорит, говорит, а мы... Он готов, в принципе, мы можем его взять. Просто вопрос в том, что физиологически он сможет усидеть там долгое время. А он говорит, я смогу усидеть. Взял книгу, там рубашку подготовил, джинсы, там в шесть утра встал готовый к школе уже. Я считаю, что это должно было произойти, чтобы случилось так, как сейчас случилось. А сейчас случилось очень классно и для Камилы, и для меня. Да, это я считаю, во-первых, подарком большим, во-вторых, опять же таки, это большой опыт и большой урок. То есть я колоссальнейший урок извлек из этого. И именно этот триггер позволил, скорее всего, наверное, каким-то трансформатором, трансформатором, уже заговорились, трансформациям произойти внутри меня и снаружи. Ближе нас, мне кажется, вообще нет людей, честно говоря. Это мой родственник, родственник и друг, и помощник, и советник. То есть где-то я помогу помочь, где-то она мне помогает. То есть и где-то советуют, я не чураюсь позвонить иногда. Как ты думаешь, вот так вот, вот так вот? Ну, наверное, вот так сделай. А там уже мне соглашаться или нет? Я чувствую и считаю, что путь трансформации ментальной, духовной, физиологической я не до конца прошел еще. И вот там чуть-чуть, мне кажется, наверное, осталось. Это должно щелкнуть. То есть вот сейчас пора. вот так специально от умственных сознательных установок идти искать кого-то. Зачем? Ты просто напорешься на тот же камень. Если взять все явления, время, пространство, энергия, вселенная, то, мне кажется, самый главный логос именно с позиции в чем движущая сила, это любовь, мне кажется. Субтитры создавал DimaTorzok